Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем канале Привет Семье! Сейчас мы вам расскажем историю об одной милой качельке, с которой произошло печальное событие со счастливым концом. А произошла эта история в уютном и живописном районе Анвьен, в котором наши друзья снимают виллу. Перед домом стоит замечательная качелька, так бы она и стояла там, пока один наш знакомый не сел на нее с размаха. Качелька не выдержала, труба у основания лопнула и потребовался срочный ремонт. Как вы знаете, во Вьетнаме все перевозки происходят на байках. Часто на байк грузят столько, что под грузом не видно ни водителя, ни сам байк. Вызывать грузовую машину или такси стоит дорого, искать сварщика, который приедет было непонятно где и сколько он взял бы, тоже непонятно. Так что мы решили отвезти все сами. Впрочем, куда везти тоже было непонятно, но главное начать действовать. Качельку пришлось немного разобрать. Мы привязали поврежденную часть качели на байк и отправились на поиски сварщика. По дороге мы увидели мастерскую с необходимым оборудованием, но мастера на месте не оказалось. Двинулись дальше и нашли прямо-таки механо-транспортную станцию. Мастер что-то приваривал к оси, то ли от трактора, то ли от сейлки. Он сразу понял, что от него хотят. Жестами показал, куда сгружать и принялся за дело. А приехали мы в район речного порта. Район не очень богатый, но прямо напротив места, где мы ремонтировались, находится ювелирный магазин. Очень необычно видеть его среди лапшичных и мрачноватых магазинов, торгующих непонятно чем. Мастер нам все починил, взял за ремонт 60 донгов, это примерно 180 рублей. И мы поехали на виллу. Там собрали все обратно и установили качельку на ее прежнее место. Вот такие цены на 10-минутный ремонт во Вьетнаме. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик и просто делитесь этим видео. Спасибо, всем пока-пока и привет семье!